Я, как и нынешние пожарные, оберегаю, так сказать, ваше жилище от возгораний. Пожарные тушат дома и спасают людей. А я даю советы, чтоб пожара в доме не было. Начнем осмотр самого пожароопасного места. Так, так. На первый взгляд все в порядке. Угу. Приборы из розеток выключены, провода в порядке, не перепутаны и не перегнуты. Молодцы! Плита газовая. Да, это серьезно. За газовой плитой нужно следить. Если, например, сквозняк потушит огонь, а вы потом зажжете спичку, будет взрыв. А потом пожар. С работающей плитой глаз да глаз нужен, чтоб, как говорится, и еда была вкусна, и дом на месте стоял. И не забывайте гасить спички. Кстати, сейчас газовые плиты делают безопасными, не то, что раньше. Если огонь у такой плиты вдруг погаснет, газ автоматически перекроется. Так что покупайте только безопасные плиты. И себе хорошо сделаете, и другим. А что делать тем, у кого плита электрическая? Да то же самое. Главное правило – готовите еду, следите за плитой. А то бывает и такое. Забыли про сковороду? А когда вернулись – огонь. Не теряйтесь. Быстро сковороду крышкой накройте. Ну уж, до такого доводить – это, знаете, недопустимо. Угу. Вытяжка есть. И берёвки над плитой не протянуты. Значит, здесь бельё над плитой не сужат. А раньше многие так делали. И столько пожаров из-за этого случилось. Теперь поговорим об электрических приборах. Для самых мощных из них необходимы отдельные электросети. Такие электроприборы нужно включать по очереди и следить за их работой. Обязательно следить. Вот вам случай на моей памяти. Включили люди одновременно тостер и чайник. И ушли из кухни. А чайник и тостер старые были. Чайник и не отключился. Вода кипела, кипела и выкипела. А в тостере хлеб начал гореть. Произошло замыкание. Розетка загорелась. Потом провода, занавески, стол. Сгорела квартира. Совсем. Вот так. Хозяева-то фильм по телевизору смотрели, дым почуяли. Да поздно было. Ну, хорошо, хоть сами живы остались. Теперь комнату осмотрим. Шагом марш. Ать-два, ать-два, ать-два. Хорошо. Квартирка-то однокомнатная. Как говорит мой начальник-бранд-майор Тушилка, Меньше дом, меньше огня. Ха-ха. Так. Ха-ха. Ага. Здесь все понятно. Здесь пожара точно не будет. Обогреватель современный, масляный, безопасный. Все розетки в порядке. Провода не перепутаны. Здесь пожара быть не должно. А это что такое? Жаль, жаль. Очень вредно для здоровья. А еще непогашенная сигарета. Самая частая причин пожара. Особенно, если вы курите в постели. Так ведь однажды можно и не проснуться. Лучше всего вообще-то не курить. Или не курить в доме. Но если уж вы курите, будьте внимательны. Тушите до конца сигареты и спички. И никогда, никогда не курите в постели. Для тех, кто сейчас выходил курить, повторяю правила обращения с электроприборами. Мощные приборы включаем по очереди. Провода не перепутываем. После работы все приборы обесточиваем. Как говорит мой начальник, что в сеть не включено, то не загорится. Вот это молодцы. Пожарную сигнализацию установили. Ну, теперь за эту квартиру я спокоен. Осталось посмотреть балкон и можно идти дальше. Отлично. Опасности возгорания на этом балконе нет. А вот на другие. Сейчас увидите один из них. Это пожароопасный балкон. Если сюда попадет горящая спичка или сигарета, будет пожар. Сгорит и балкон, и квартира, и даже дом. Ваши балконы должны содержаться вот так. Только так. И никак по-другому. Да. Теперь посмотрим, как дела на лестнице. Похоже, мне и тут делать нечего. Пол чистый, вещи на лестнице не стоят, окурки не валяются, значит, никто не курит. Гореть тут нечему. Хороший дом. Ну, прямо образцовый. А знаете, какие лестничные клетки бывают в домах? Вот такие. Удивляюсь я жильцам. Казалось, возьми и вынеси все на помойку. Кому нужны старые шкафы и картонные коробки? Так нет же. Хранят как драгоценность. А вот загорит что? Как на улицу выбираться? То-то. Эх, сколько народу на этом погорело. А если бросить в мусоропровод не до конца погашенную сигарету, весь дом может сгореть. Потому что некоторые отправляют туда все, что попало. Даже тряпки, пропитанные растворителем. А делать этого нельзя. Как говорит мой начальник, если видишь деревянную бочку, лей в нее воду, а не керосин. Вот так. Чудеса техники. Вниз, вверх. Ха, красота. А курить в лифте не положено. Бросать окурки в шахту лифта тоже не положено. Там мусор и пыль. Раз. И пожар. На улицу мне нельзя. Но хочу вас предупредить. Ставьте свои автомобили возле дома так, чтобы в любой момент к дому могла подойти пожарная техника. Представьте, что вы дома, в вашей квартире пожар. А пожарная машина не может подъехать к дому, потому что именно ваш автомобиль ей помешал. А сейчас несколько очень важных правил. При ремонте квартиры используйте огнестойкие материалы. Это сильно сокращает риск возгорания. Не экономьте на этом. Храните легковоспламеняемые жидкости в герметичной упаковке, вдали от детей и от огня. А лучше вообще не хранить их в квартире. В каждой квартире должен быть огнетушитель. У кого есть, хорошо. У кого нет, срочно купите. Научитесь им пользоваться. И в положенное время отвозите на перезарядку. Огнетушитель хоть и небольшой, но может спасти и жизнь, и дом. А еще установите в своей квартире противопожарную сигнализацию. Если что-то случится, когда вас нет дома, она даст сигнал пожарным. Здравствуйте, дети! Я волшебный пожарный дядя Коля. Слушайте меня внимательно. Спички – это не игрушка. От одной спички может сгореть целый дом. А еще будьте очень осторожны в обращении с петардами, салютами и бенгальскими огнями. Зажигать их в квартире запрещено. А теперь советы, которые, я очень надеюсь, никому из вас не пригодятся. Если возгорание произошло в соседней комнате и выход наружу невозможен, необходимо изолировать себя от дыма. Для этого мокрой тканью необходимо заткнуть щели. После, сохраняя спокойствие, нужно позвонить по телефону 01 и сообщить о пожаре в пожарную службу. Если путь к телефону закрыт огнем, привлекайте внимание людей на улице. По возможности, надо выйти на балкон и закрыть за собой дверь. Если пожар начался на лестничной клетке, не выходите из квартиры. Не паникуйте! Пожарные обязательно придут вам на помощь. Ну, вот и все. Желаю вам всем жить в безопасных квартирах и домах. Тем более, что это зависит только от вас самих. Как говорит мой начальник, брандмайор Тушилка, нет спичек, нет огня. Вот. Брандмайор Тушилка Брандмайор Тушилка Брандмайор Тушилка